Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Сейчас прекрасно ест сухой корм, миски, все по плану, понимаете? То есть тибет они такие, они могут отказаться. Но это чисто вот такой ситуационный момент, мало ли с чем там с луной какой-то связанный. Тибетский мастиф начал есть, а то выберные, я вас умоляю. Внимательно следим за здоровьем, конечно, температура, все вот это вот измеряем. Но если она не съела, убрали и забили на это, совершенно не паримся. Вот бывают случаи, когда она, ну мало ли у нее там пищеварение пучит или что-то. Ну бывает, или съела что-то, отравилась, зубы, да-да-да, все это может повлиять. Поэтому даем три раза, это хорошо, скоро будете переходить с 8 месяцев на 2. И предлагаем корм, пересыпаем обратно. Главное, чтобы порция была точная, суточная, разделенная на 2, а сейчас на 3 фрагмента. Сухой без воды, без сухой? Значит, я рекомендую с водой, потому что сухой корм, когда собака кушает, часто прилипает к нюбу, и она давится. Поэтому, но, важно водички налить, но не замачивать. Потому что они, как дети любят чипсы, собаки любят хрустеть. Они так как бы закладывают, ну и похрустывают. Поэтому, чтобы не каша была вот эта фу, а именно хрустящая. Поэтому залили и сразу дали. Чувствуете аппетит, ну начинает портиться, мало ли с чем это связано. Не заливайте, ну чтобы не испортить, потому что если вы залили корм, ясно, что вы его выбросите, да? Вот, если аппетит есть вариант, что она не съест, лучше тогда сухой без водички. А если она ровная и хорошо будет есть, а я думаю, так и будет, полстаканчика водички налили. Хорошо. Продолжаем? Да, у нас поспешно. У нас были ситуации, она ночью как бы вскрикивала, ну то есть так прям тявкала. Это вот, как понять, она бы делась или есть с ней что-то не то? Это может быть очень с чем много связано. Во-первых, она что-то могла услышать. Во-вторых, я могла присниться. В-третьих, если у вас не очень хороший корм, у нее может пучить живот, резкий прострел в живот, она вскрикнула. То есть, если это часто бывает со щенками. Вот метеоризм такой в желудке. От этого очень часто вскрикивают собаки. В ваш случае, если особенно ночью, когда она долго лежит, очень похож на этот. Поменяйте корм, возможно, это само собой идет. Ну или правда, она могла отлежать лапу, скачать неудачно. Ну то есть, это вот не выделывается точно. Что-то ее беспокоит, надо понять что. Так, ну вот про лапу. Мы тоже понимаем, что надо как-то мышцу, мускулатуру развивать. Вот, то есть, вы велосипед. Я предлагаю вам велосипед, да. Причем без фанатизма, никаких там километров туда не надо. 10-15 минут вам вполне достаточно. Потяните задние ноги, но желательно все-таки, конечно, не на твердой поверхности. Грунтовые дорожки, глина, ну, газон. Я понимаю, что с велосипедом сложно. В крайнем случае, можно, вот как я в Москве, например, да. Я еду на велосипеде по асфальту, а рядом газон, а собака бежит по газону. Это вполне допустимо. Обязательно. Без поводка, лучше с поводком. Однозначно с поводком. Однозначно с поводком. Потому что без поводка даже самая послушная собака может вылететь под колесо. Вы кубарим, она кубарим, и ничего хорошего в этом нет. Все-таки нужен контроль. Тем более, вы преодолеваете достаточно большое расстояние. На высокой относительно скорости собака должна бежать рыщью, но все равно это быстрее, чем вы ходите. Откуда не возьмись, могут возникнуть сложности. Кошки, не знаю, джекраслтерьеры или еще кто, понимаете? И она рванет, а вы на велосипеде, и это вот как бы ваш обзор сужен. Поэтому я очень рекомендую провисший поводок. Это безопасность. Это очень хорошо. И второй, конечно, скоро пойдет зима, будет снег, лыжи, это наше все. Берны здорово бегают по снегу. Совсем не обязательно ее даже запрягать. Идите на лыжах сами. Собака бежит, наслаждается по глубокому снегу, качает мышцы. Вы такие качки будете к весне? Просто как раз у вас сейчас возраст начинать вот эту нагрузку. Поэтому сейчас велосипед, пока снег не выпал, а потом встаем на лыжи. Умеете на лыжах есть? Да? Прекрасно. Ну, вообще тогда идеально. А если вы еще ей шлейку такую самую простую купите и будете перестегиваться туда-сюда, то так она еще, ей еще будет интереснее вам. Она вас покатает какое-то время. С шейниками перестегивает. Перестегивает на шлейку. Вы одеваете и шейник, естественно, и шлейку. Дали ей 5 минут нагрузку тягловую, а потом перестянулись опять на шейник. А если вы катаетесь по снежному лесу, то, конечно, не пристегиваетесь вообще. Но все равно порядок должен быть. Пусть она вас повозит немножко. Пусть она знает, у нее же есть своя работа берная. Собаки очень трепетно относящиеся к своему назначению в семье. И им очень важно, чтобы это назначение обязательно было. Если его нет, они как бы дурят. Ну, и придумывают его сами. И оно совсем не всегда бывает очень приятное хозяю. Поэтому нужно, чтобы Берн что-то делал. То есть, или охранял территорию, или сопровождал вас на велосипеде. Это очень важная и, как сказать, ответственная задача. Вот, сопровождал вас на лыжах. Нужно дело. Берн должен быть с делом. Без дела, он как немецкая овчарка в этом смысле. Он несчастлив, если он не полезен. А он знает, полезен он или нет. Понимаете? Поэтому вот это вот очень хорошо. Вы совместите прокачку мышц и веселое времяпрепровождение. И у собаки будет дело свое. Лера. Хорошо. Так. Скажите, а есть какие-то особенности при выкрытии шлейки? Наши цепи вы обратите. Чтобы она вам не велика была, регулироваться размер. А так нет. Абсолютно самая простая шлейка подойдет. Потому что фанаты всяких этих зимних видов спорта с собаками зациклены на всяком очень дорогом снаряжении. Какие-то супер шлейки, какие-то пояса. Вот это вот. Самый главный принцип в нашем любительском, как сказать, получении удовольствия от жизни с собакой, в том, что не надо вот этого снаряжения. И самое главное, не надо привезти собаку к поясу. Собака рванула, у вас позвоночник хрум, собаке плохо, вам плохо, ну и вы все, как бы уже больше никогда не поедете на лыжах. Это зачем? Собака должна свободно бегать. Она как бы в стае с вами. Что-то я не вижу, что волки друг друга запрягали там и ездили, понимаете? Поэтому шлейка самая простая, но чтобы регулировать, то уж трудно. Она может быть потолще потом, к лету потоньше. Ну, что вы каждый раз шлейку будете покупать. Чтобы регулировать, это, пожалуй, и крепость фурнитуры, пожалуй, вот в этом суть. Больше ничего нет. И если прям нагрузку вы решите, если ей очень понравится и вам понравится больше на лыжах, можно будет перекупить шлейку с большим треугольничком, чтобы в грудь упирался треугольничек. Но это потом. Купите самую дешевую. Посмотрите, нужно вам это, интересно ли вам это. Все-таки собака для вас, поэтому нужно не сразу втягиваться в это снаряжение. И никого не слушайте, никогда не привязьте собаку ни к велосипеду, ни к себе. У меня папа так руководил велосипед. Ну, естественно, да, да, да. Так, вот у нас бывает, что, ну это, наверное, я уже поняла ответ, в быту. То есть, вот, например, у нее ни ошейника, ничего нету дома. Мне нужно просто, чтобы там она села, я не знаю, расчесать, например, и там что-то посмотреть. И она ее не выполняет. Вот какой метод воздействия? Не выполняет что? Ну, например, не хочет садить. Ну, знаете что, она с ней любит дома подходить вообще. Она лежит, спит и не волнует вообще. Значит, переходим в обучающий режим, ошейник одели, поводок, дернули, посадили, вытребовали. У вас, я, сразу было видно, лайт-режим собака. Вот это вот ваше насилие началось. Оно понятно, что вы имели в виду другое, но суть оттуда головы вышла у вас, да. Больше физики к собаке, больше требований. Если сейчас будет много требований, то после года их не будет, и собака будет выдрессирована, понимаете? Или даже через полтора, потому что сейчас вы уже немножко упустили. А, вот, у нас еще мы идем, иногда гуляем, или там что-то тоже выполняет. Вот Женя, например, команду рядом пытался тренировать, и она, например, куда-нибудь садится и начинает чесаться. Вот, просто вот, посреди пути. Как это? Это игнор-демонстрация, пока она смотрит, что вы будете делать. Ну, вот начальник вас вызвал, сказал, делайте доклад, а вы такой молчите. Ну, и непонятно, делайте вы, и что вы рассчитываете, как вы будете этот доклад делать, да? Это неприятно начальнику, и вам должно быть неприятно. Требуйте от нее, фу, нельзя к ноге. Сердитесь. Больше требований к собаке. Больше. Так. А, ну вот то, что, да, хватает и убегает. Она у нас на даче особенно любит что-нибудь стащить, особенно там у бабушки. Подкидывайте ей вещь, которую она любит тащить. И в учебный режим ошейник-веревочка. Наступили, показали ей, что вы абсолютные хищники, стремительные и беспощадные, если она будет нарушать правила. А, вот ошейник по мангированию, вот такой он достаточный? Да, вполне достаточный. Нет, не надо, очень хороший ошейник, идеальный. Для этого размера, этой породы идеальный. То есть даже подрастет ей будет достаточно? Да, вполне достаточно, да. А, ну и она у нас иногда, когда понимает, что, например, вот мы идем в гараж за машиной, она, естественно, очень любит кататься, вот, она начинает просто неимоверно тянуть. Или вот на площадку, вот мы руливаем в том направлении. И вообще просто... Я поняла, вы идите туда, но туда не заходите. Удивить ее вопросом, почему вот они сели. Идите в гараж и заворачивайте обратно. И до тех пор, пока она перестанет, ну, ходите туда и обратно. Ходите столько, пока она не перестанет. Да, да, да. Пойдемте. Есть еще вопросы у вас, да? Сейчас. Спокойно. Во-первых, мы с вами будем еще встречаться. Поэтому, если у вас эти недосказаны и еще появятся, допишите и ответим еще раз. Ладно? Давайте поработаем в группе. Играет музыка. Играет музыка.